Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам представить обзор модели от компании ICM в 35 масштабе, модель Т-3476, 1943 года выпуска. Модель под номером 35366. В коробке у нас пакет один с литниками, декали и инструкция. Начнём обзор с инструкции. Инструкция у нас представлена в виде журнала формата А4. Инструкция у нас цветная. Как всегда, в начале у нас обзор, характеристика, прототипа, скажем так. Далее у нас варианты окраса, неиспользуемые детали. Обзор литников с неиспользованными деталями. Начать сборку нам предлагают сверху корпуса установку пулемёта, сборку моторного отделения. Также у нас получается установка пулемёта изнутри, то есть, так, сборка люка механика водителя. Далее у нас установка задней части. Задняя часть у 34-ок, она была откидная, поэтому при сборе модели имейте в виду, что здесь по контуру возможна небольшая щель. То есть, как бы получается, что этот люк, он открывался. Имейте в виду, что она будет небольшая, потому что я подобную 34-ку собирал и съела. То есть, она здесь должна быть, ну, очень маленькая, поэтому там всё можно сделать. Далее установка у нас идёт торсиону. И далее сборка корпуса. Корпуса. В корпус ещё устанавливаются два кресла, то есть, люк мех вода можно будет сделать открытым. Установка катков на модель. Далее установка поручни. Далее у нас дана сборка гусениц. Гусениц в данной модели имела. Далее у нас сборка идёт башни. В башню у нас будет часть орудия, потому что так же можно будет сделать башню открытой. Далее сборка башни, установка башни на модель. И сборка, получается, уже мелочи, такие как баки, ящики и прочее. Тросы у нас в наборе, насколько я знаю, он не дан. То есть, даны только две детали, получается, в котором уже непосредственно тот трос соединяется. Сейчас, посмотрю, данная модель есть или нет. Далее у нас варианты. Скажем так, не окрас, а именно варианты нанесения декалей. Первый вариант это у нас 24-й танковый полк, 46-я, механизированная бригада Белоруссия, 44-й год. Второй вариант также Белоруссия, 44-й год. Третий вариант Севастополь, май 44-й. Четвёртый вариант Лето, 44-го. Пятый вариант, это Румыния, август 44-го. И шестой вариант Украина, Лето 44-го. Далее приступим к обзору декалей. Надписи все, которые используются, которые варианты я перечислил. Далее обзор декалей. Скотите у нас поданы вверх корпуса отдельно, вниз. Приятно. Проложены детали мягкой. Так, тут у нас скотчем искренне. Пластик. Я вот собирал подобную, 34-ку, пластик, там было немного другое цвета. Да, здесь тросы даны. В моей 34-ке она была немного обладает, тросы даны не были. Гусеницы данной модели даны виниловые, но винил он очень качественный, пролит очень хорошо. Это тоже многих порадует. Потому что часто винил даже бывает неплохо, особенно для начинающих угрозов. Начнем с обзора декалей. Это у нас вверх корпуса. Вверх корпуса у нас пролит хорошо. Толкатели внутри. Вниз корпуса. Кстати, обратите внимание, что крылья, получается, они влиты вниз корпуса. Так, и вот, а вот эти крылья, они даны отдельными деталями. Ну, сами крылья непосредственно. Далее обзор следующего литника. Проливка деталей хорошая. Так, недоливов нет. Мелкие детали пролиты качественно. Далее у нас литники с катками. Я сразу их оба возьму. Тут у нас даны катки на разной модификации, но по инструкции там указано, какие необходимости использовать. Катки пролиты также хорошо. Недоливов ничего нет. Далее следующий литник это у нас. Такой. Так, мелкие детали пролиты хорошо. Пулеметы, мелкие, вот эти все зацепы и прочее. Они пролиты хорошо. Толкатели внутри. И последний литник. Это у нас получается тот и части башни, и верха корпуса, и низа. Пролиты данный литник очень хорошо. Мелкие детали пролиты хорошо. Ну вот и все. По данной модели у нас все получается. Все литники. Данную модель могу посоветовать новичкам. Очень модель интересная, простая. В сборке. Фотообзор вы увидите в нашей группе во ВКонтакте. Подписывайтесь на нашу группу. Ссылка будет указана под видео. Фотообзор также будет находиться в группе. Также ссылка на фотообзор будет под видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на нашу группу, канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.